я приветствую вас отсюда вам туда привет экран вот с вами я и сегодня хочу показать вам одну штуковину классную от которой даже я в шоке я думал что перестану удивляться на железной дороге чему-либо но оказывается есть еще вещи которые меня могут удивить причем конкретно поехали ох какая холодина здесь вот он не отапливается значит в чем мое удивление я немножко чуть позже покажу вам кое-что но введу в курс дела вставочка лежит высоковольтно введу в курс дела вагоны пришли из ремонта деповского ремонта на секундочку это ремонт на ступень выше ремонта в рамках то 3 без изменений похоже все вот меня попросили пройтись посмотреть здесь все принять но он холодный во первых во вторых выключены обесточенный полностью что же здесь я могу принять визуально посмотреть грязь на полу что я вижу как стекла вон все замерзли тут кстати скользко очень вот давайте посмотрим как делается ремонт у нас прямые деповской ремонт не производится поэтому вагоны уезжают в другой город и деповской ремонт производится там что это такое это такой деповской ремонт ужас какой это такой ремонт производится ну смотрите фильтр не снятый вагон холоднющий я не знаю есть там вода нет возможно он и выдавит его лопнет вот уже лопнул смотрите болт вырвала помпа вырвала книзу вот такой ремонт сейчас буду все переписывать все неисправности докладывать начальнику это плюсом плюсом я сейчас кое-что покажу вам в общей сложности пришло пять вагонов пять вагонов из деповского ремонта до по низам видно они хорошо красиво колеса покрасили и замазали краской сварные швы принципе как и при то3 делается но вы посмотрите классный ремонт производится пойдемте следующего следующий вагон уже тепло здесь вовсю сливается водичка напарники у меня уже все подкручивали поснимали сливает во всю воду также визуально посмотреть заземление блоки все на месте блоки на всех болтах к закреплены это радует все без изменений у нас внутри заставляет даже пыль стирать везде если вот приемщик вот так пальцем проведет и найдет эту пыль и скажет что ребята вы здесь ничего не делали вас здесь даже не было в ней проводили ревизию насоса и так далее а вот пожалуйста из допускал ремонта пришел вагон как будто новая стоит смотрите течь то соло из ремонта вагон пришел смотрите какая грязь тут а я обалдею наш младший научный сотрудник работает вовсю молодец респект тебе володя давай мы же пошли дальше пойдем на ту сторону сходим что же у нас тут происходит здесь даже есть заряд у батареи можем проверить контроль изоляции 110 24 вольта ничего не бьет и нагрузку электрообогрев берет ну раз тут консервация ни к чему нам сейчас здесь обогрева выключим их здесь побывал рука моих напарников а в остальном как вагон уходил в ремонт так все и без изменений осталось хотел там сланчик проверить закрутил здесь обратно фильтр чтобы мне вода не капала на голову она вон здесь лопнутая вон вагон из ремонта пришел я еще раз повторюсь это капец какой-то ваще я его я я не знаю меня нет слов нет просто я уже даже язык заплетается я не знаю что сказать вон че ну ну что это о да конечно респект респект покрасили тамбур даже дверь к плохо открылась покрасили все пол покрасили на ботинки прилипают также здесь проводится консервация и мне вот как-то туда надо попасть особого здесь ничего нет все болтается ничего не закреплена там все валяется изоляция проводов не нарушена конечно но скоро придется негодность намотали лен а знаете почему потому что отсутствует вот здесь резиновая прокладочка для он конечно выручит но ненадолго он потом все равно подтекать начнет а чё они почему трубу не достали вот здесь не выкрутили а здесь не надо здесь фильтр ладно хотя бы в третьем вагоне здесь нет происшествий никаких у нас хотя бы ну наверное опять нет заряда батареи вообще обесточен что же я тут проверю когда он обесточен блок это так и закрепили до на стяжку мне ну зашибись посмотрите клемма стоит ничем не изолированная абсолютно вот здесь вот хотя бы чем-то подмотали на вроде термоусадки или изоленты ну а здесь почему-то так ставили то есть случае если будут сливать отсюда с отопления воду все на провода польятся здорово вот могу сразу сказать это такая термоусадка да огромная на такой тонюсенький проводок не у нас бы вот это вот забраковали бы сразу сказали убирайте все это переделывайте по-человечески либо хотя бы ну нагрели бы ее что ли чтобы она сжала провод то нормально тонюсенький провод их нет такая термоусадка хотя бы здесь ничего не выдавил ну потому что вагон теплый я так понимаю тот вагон где холодный наверное у него сделали депутской ремонт выставили под забор не сделали консервацию он у них там простоял какое-то время естественно замерз ну хорошо а здесь термоусадочку чё уж не сделали так оставили провода нас за это вот кстати на то 3 тоже бы ругали уже металл рукав должен заходить туда под пробочку у нас по счету уже четвертый вагон до идем до 4 сейчас дойдем до 5 там посмотрим и в конце я вам кое-что покажу и расскажу это будет здорово то что меня удивило одну заряда не до но более-менее есть конечно грязище и вон там внизу тоже скоро изоляция провода металл рукав придет в профнепригодность здесь хотя бы то слов не бежит хотя тут какой-то он подтек есть ты чё такое нас куда-то потащили чаще и на поезде сегодня прокатимся весело так пойдемте на ту сторону здесь даже блок не криво висит ровно хорошо более-менее вагон не так давно монтаж проходил видимо скоро тоже там металл рукав ржа лужи придет него не в негодность ну что а теперь перейдем к самому интересному так внимание смотрим внимательно вот все эти номера вагонов которые пришли из дыбовского ремонта вот номер вот 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 то есть раз два три 4 5 именно пять вагонов которые пришли из ремонта что это за бумага это бумажка о том что когда вагоны поехали из дыбовского ремонта в фильм в них выявили неисправности засор фановой трубы с нерабочей с нерабочей стороны туалета не работает генератор свищет труба в рабочем туалете под воду на унитаз здесь в вагоне у нас лопнула труба отопления спальням купе проводника и здесь у нас вообще три пункта написали не горят лампы накаливания по коридору по проходу неисправим датчик температуры котла показания на сенсорной панели на щите не соответствует еще раз вам покажу вот он этот черный список где написано черной пастой по белой бумаге а удивило меня то что сегодня утром не на мастер подсоб подходит и говорит ну как бы дает наряд на то что такие сегодня состав и вагоны цепляются прицепляется и тому подобное что сегодня консервируется не консервируется и дает вот этот список и говорит что вагоны идут к нам обратно из ремонта дыбовского ремонта подчеркиваю и дает вот этот список о том что выявлены вот эти неисправности то что касается нашего цеха надо это не то что зафиксировать и составлять какие-то акты и но не больше своим коллегам претензии выставлять но все же меня удивило что есть ремонт и пришли такие вот вагоны и они пришли из ремонта их там соответствующий тоже есть приемщик как и у нас при то 3 такими принял отдали нам все неисправности сказали вот не то чтобы зафиксировать а надо устранить но раз вагоны сегодня эти же вагоны которые пришли из дыбовского ремонта консервируются конечно же ремонт я не буду просто воду сольем все это запишем когда вагон будет следующий раз прицепляться мы будем уже знать что здесь вот соответствующие такие вот неисправности есть меня удивляет то что как выполняется вообще ремонт и зачем тогда его называть дыбовским ремонтом если название не соответствует тому что происходит действительно в вагонах а самое что интересное все время когда мы отправляем из перми вагоны в дыбовской ремонт либо в капитальный ремонт ладно передислокация это когда отдаем вагоны в какой-то другой регион попользоваться там три месяца на полгода я с этим согласен нужно к ним от подойти ответственность настроить их чтобы все работало идеально чтобы мы передали целые вагоны в пользование но когда они уходят в капитальный ремонт или в дыбовской ремонт чуть ли не приказ у нас есть такое о том что мы должны эти вагоны отправить туда исправным у нас должно быть должно все работать абсолютно да и мы идем делаем все устраняем отправляем целых готовенькие вагоны в ремонт и где логика я не понимаю вот этому я очень сегодня удивился тогда уж скажите что просто вагоны не знаю из под забора приехали стояли где-то на станции и вот выявили вот такие неисправности они съездили в ремонт и приехали из ремонта чтобы мы их здесь сделали так что ли получается я не понимаю ладно еще у нас хорошо что вот в составе едет но это понятно в составе едет вагон сейчас не надо будет на первое на перроне с вокзала прямо его встретить посмотреть что куда-то уходит посол если он действительно опять там ушел и его нет это будет вагон выцеплять и уже в депозит разбираться вот это я понимаю он съездил где-то сломался там по дороге и по пути его заправляли тосолом но все равно куда-то посол уходит это я понимаю нормальный ремонт он приехал сломался все но вот этого вот этого деповского ремонта я не понимаю я уже кстати не первый раз то замечают да я замечал что делали не очень ремонт замечал что что-то остается без изменений как мы отправляли фиксировали вагоны какие они ушли такие пришли то есть какой стоял там скажем старый клапан и катушка у него еле срабатывала она так и будет стоять там без изменений ладно хорошо но когда уже в край обнаглели что он просто вот вот вам неисправности вот у нас был он в ремонте но нахрен делайте вы так что ли тогда поменяйте название что ли я не знаю к этому на как-то подходить посерьезнее потому что все взрослые здесь работают они 16-летние подростки все все понимают и не все довольны тем что происходит все выражает наоборот недовольство большинство начинают задавать какие-то вопросы наши мастера но она что мастера ну что они могут сделать что они скажут от них тоже здесь мало чего зависит как то вот так у нас происходит иногда вот такие чудеса надо просветить пусто пусто отцепляем встретили состав посмотрели вагон сразу с перронов выявили что действительно посол куда-то уходит нас тут задергали по нам вагон выцепился то сол куда-то уходит именно в бак который он обогревает то есть внизу на стоит на этом могу не видно в общем обогрев бака то сольный если бы где-то по трубам текло вытекала бы как например в прошлом ролике под рестораном я увидел все равно бы трубы были сыры видно было бы а где-то внутри бака в самом деле змеевик уже именно в баке внутри скорее всего он где-то лопнул свет горит и происходит течь то соло именно уже в сам бак поэтому разбираться с этим надо будет целый день вагон выцепили оставят его у нас наверное в деповском будем бак снимать половинить потому что он идет двойной же доставать оттуда внутренний бак и уже смотреть где же все-таки течет у нас то соло менять как-то его или производить ремонт или вообще производить замену ну на замену навряд ли наверное согласятся а на ремонт то точно потому что замена стоит его очень дорого наверное поремонтироваться попросят я же пойду проверять составы дальше дальше что у нас ваша любимая купешка переделанная старинный вагон миндорф под новые и кстати да не хлопайте дверью а вот вы где я хожу вас ищу в общем те вагоны я походил остальные посмотрел все целое кнопочки понажимал то есть снимать особого там нечего было все хорошо в тот вагон который пришел из доповского ремонта размороженный все же на него составили акт на те детали которые мы сегодня выявили но это еще не все его дальнейшем будут растапливать и возможно где то еще мы найдем какие то дефекты то есть у нас там в унитазах стоят пластмассовые клапана возможно их еще выдавило возможно болера еще потекут возможно где-то смесители у кран мойки тоже лопнуты в каких-то местах в общем все еще впереди дальнейшем историю про этот вагон я вам расскажу как что прояснится внеплановый ремонт конечно ну я так понимаю что люди накажутся рублем вот и как бы на этом история про этот вагон только еще начинается и восстанавливать его будут будем конечно своими силами может та смена может наша смена скорее всего я так думаю что нам и попадет я щас накаркал да ладно на неважно кому попадет все равно делать-то надо придется что как не есть все для пассажиров сейчас время 4 часа сейчас пойдет комиссия проверять состав ну пускай плаким руки найдут какие-то замечания обязательно пойду исправлю потому что еще раз говорю все для пассажиров ничего не оставляем работаем аккуратно и четко четко работаем чтобы все было за иргут вот я же пошел пить чай ну и как обычно тот чай в который я днем пошел пить плавно перерос у меня в обед ну сейчас просто чай попью пройдет комиссия и если что-то найдут как бы замечания какие-то пойду исправлять не найдут тоже хорошо значит хорошо сегодня поработал хотя я так шел остальным вагоном все нормально было но как говорится докопаться можно пьяному и до радио если уж так желание есть такое но все тогда чуть позже включусь я пошел чай пить и вам советую давайте чай попьем последний на сегодня штрих восстановить работу прошлом ролике я говорю что жгут надо менять поездной цепил здесь два провода с этого жгута и вот с этого либо здесь уже не было кембриков либо он их потерял вы знаете одному богу известно откуда он его отцепил с 880 либо с 829 кембрика нет это во первых во вторых он имел ввиду что у него потерялся плюсовой провод 24 вольта на конце по жгуту там у бога как он мог там потерять все закреплено перегибов нет провод никто не шевелит я скорее всего думаю что он его цепанул с 880 вот рядышком стоял отсюда вот как обычно никакой схемы и вот здесь отцеплен какого хрена какого хрена отцеплен Сергей Анатольевич ты у нас главный электрик не похоже понятное дело сейчас он сказал ему позвонит узнает что куда откуда откуда сделал да отъебать тебя нахуй смотри как на Кавказе провода делают я вообще их первый раз вижу бля с гору засолят у тебя Вадим нет ножа с собой да? есть о чем мы тогда тут огоньком балуемся сейчас Кавказ ты пляжи у ебихи по ебальничку давай не получил что ли все да это лошки где у тебя там? в сумке не похуй давай нож кусачками просто было мы не ищем окон а в горах высоких ты не коротко отрезал? не знаю там же в коробку у нас заталкивать то не не там помню старом жгуте длиннее было а то стекловолокно не подожгешь сейчас ее пальцы обожди давай эхахаха эхахаха ха**а что-то тут из людей тут не толку чё ты пика or justamente в ад Watkin да да там у кембрик то этот немного надо чтоб ушло-то мало воды дает вот и жгутик новенький сейчас вот клапан почистить фильтр и будет вообще хорошо все мы добились своего какой он так и был надо его в коробку обратно убрать что-то не мешался да ладно так на говорить еще пальчиком так ладно ну вот пожалуй все смена на этом закончилась я отправляюсь правильно душ принять ванну выпить чашечку кофе и отдыхать всем со всеми прощаюсь такая была сегодня вот ремонтная смена такой был сегодня у нас приемка ремонта вагонов из депутского сами видели что творится ну и чё моя карета подъезжает всем спасибо за просмотры за ваши комментарии всем удачи добра и счастья желаю со всеми прощаюсь с вами был я и опять противная реклама не читайте и все всем пока всем счастливо с вами был я еще раз всем добра и счастья любви мира и здоровья главное здоровья ну все до следующих роликов